Утро доброе! Если альпинисты висят на стенке, значит наступил рабочий день! Исправляют изъяны у дома, которому уже два года. Попадала плитка, они переделывают. За счет застройщика, разумеется. Ну, привет, котик! Иду по вкусную выпечку. Ребенок хочет сладенького. Решили, Леру, на этой неделе еще не водить в сад. Сидит дома, ходим гулять. Ну и, конечно же, когда ребенок сидит дома, то он и вкусненького чаще хочет, и игрушки ему новые все время подавай. Вот так и живем. И решение не отводить Лерушку в сад было правильное, потому что сегодня пришло сообщение, что главная воспитательница зашла в карантин и больна на корону. То есть с детками опять соприкасалась. Хотя тут спорный вопрос. Возможно, Лерка уже вообще переболела. У мужа есть идея сделать ей тест на антитела. Но мне что-то так лень тратить 250 шекелей. Но, может, и сделаем, чтобы понять. Вдруг ребенок переболел. Так зачем держать ее дома? А я тут пришла. Вот, наверное, куплю. Потому что тут скидка. Сейчас на тушь для ресниц я купила себе одну. А как всегда, опять дешевую фирму попробовала и не могу смыть ее с глаз. А эту раньше брала. Видите, она по 64 шекеля за штуку, а тут он по 40 за штуку, если купить две. Ах, что-то я посмотрела и решила, что париться. Возьму одну за 50 шекелей. Такую я еще не пробовала. Лореаль. Зачем мне две? Такая переменчивая женщина, как всегда. Как обычно. Уже ушки Амана на Пурим продаются. Но Лера заказала такие штучки. Такое она любит больше. Еще бы. Я тоже такое больше люблю. Смотрите, что у нас тут по улицам разгуливает. Боже, какое страшное. Ты кто? Даже людей не боится. Вот это да. Чудо в перьях. Все, убежала. Ужас. Вот я в детстве не знала, кем я хочу быть, а Лера уже знает. Леруш, расскажи, кем хочешь быть, когда вырастешь? Художникам. Потому что я рисовать люблю. А может, я и подумаю стать поваром. Но мне надо подумать. Мы с ней разговаривали на эту тему. Она говорит, ну я тоже люблю салаты делать. И поваром, может, в ресторане буду. Я ей говорю, что надо много еды готовить, когда в ресторане работаешь. Она говорит, ну ладно, тогда буду художником. Потому что рисовать легче, чем готовить много еды. Правда? Я тоже, Лера, за то. Повелся в камере. Стою тут на заправке. Вижу бензин у нас по 6.28. Это по 2 доллара. По 2 доллара за литр. Ёлы-палы. Ау. Сейчас очень много людей сидит в карантинах. Смотрите, это Даша по парковке. В торговом центре видно, что мало людей. Потому что обычно в будние дни, в такое время, тут все занято. Я нашла побочку от короны. Провела уже такой опрос среди переболевших. И многие подтвердили, что прыгает настроение. Просто я жаловалась на это другим. И те, которые переболели, сказали, что у них тоже такое было. Спрашивала в основном женщин. Такой, знаете, вечный предминструальный синдром. Когда настроение прыгает. Причем на ровном месте без причин. А мы приехали в магазин докупить папе пастромы. А то, видите ли, закончилась у него колбаса. Клубничка. Вот такая вот малюсенькая коробочка. 4 доллара. Вон. 12.90. Людей тоже мало. И цены поподнимались немножко. Ну, не на все, но можно заметить. Там 10 огород, там 20, там шекель. Ему так нравится. Разные намазки, которые любят израильтяне. Это вон сверху капусточка, хумус тхина. Это я даже не знаю, что-то с помидор. Это баклажаны. Это тоже баклажаны. Я такое вообще не люблю. И тут тоже с разными добавками. А нам нужна колбаса. Колбаса и сосиски. А муж любит вот такие виды колбасы. Ну, мы тоже иногда бутербродим. Полтергейс. На самом деле, где-то работает напротив кондиционер. Помощница. Большая. Лера. Что? А ты знаешь, что у тебя армия поклонников в Ютубе? Угу. А откуда? С пеленок, говори. Ну, что там? День градущий нам готовят. Давай, доставай. Интересно, что попадется. Сейчас увидим. Выберите для себя какое-то новое обязательство, ежедневное выполнение которого будет приносить вам пользу. Выполняйте его каждый день в течение следующей недели. Вот тейна. Надо подумать. Пока я думаю. Вам всем спасибо за просмотр. И пока-пока. Или предложите мне сами, какое же мне обязательство выполнять каждый день на протяжении недели. Пока! Пока!